В законодательной думе Хабаровского края депутаты утвердили в первом чтении поправки, касающихся пенсионных льгот. Изменения связаны с региональными мерами поддержки, которые предоставляются ветеранам труда, ветеранам военной службы и пожилым гражданам без льготного статуса в 55 и 60 лет. Губернатор края выступил с инициативой сохранить весь соцпакет для людей этого возраста, независимо от того, вышли ли они на пенсию или нет. Пожилые люди смогут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату на проезд в общественном транспорте. Им компенсируется 100% расходов при поездке на междугородних автобусах по социальным нуждам. Имеющим дачи оплатят 16 поездок по пригородным маршрутам. Пенсионерам с невысокими доходами произведут доплату пенсии до прожиточного минимума. Смогут они получать и бесплатные путевки в санатории. Кроме того, граждане пожилого возраста, имеющие длительный стаж работы для женщин 35 лет, а мужчин 40 лет, получат социальную поддержку как ветераны труда. До 70 лет ею смогут воспользоваться малоимущие люди, а после этого возраста все без учета доходов. Таким гражданам в Хабаровском крае частично компенсируют расходы по оплате услуг ЖКХ, телефона, радио и антенны. А также пожилые граждане смогут, как и раньше, бесплатно пользоваться услугами изготовления и ремонта зубных протезов. В нашем крае сегодня проживает более 300 тысяч граждан пожилого возраста, отметил Вячеслав Шпорт. Для них действует перечень региональных льгот, не имеющих аналогов ДФО. Поэтому в связи с возможными изменениями пенсионного возраста мы сразу же предложили сохранить все меры поддержки и внесли новый проект в Краевую Думу. Сейчас очень важно не лишить этих людей соцгарантий. Краевые депутаты прекрасно понимают сложившуюся ситуацию, поэтому одобрили эти инициативы. Напомним, что Хабаровский край один из первых в стране подготовил пакет поправок в законодательство о сохранении региональных пенсионных льгот. В настоящее время в Российской Федерации мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55 лет. Федеральные власти планируют увеличить возраст до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.